Мой дорогой сын, спасибо, что согласился поговорить со мной. Разговор с сыном всегда очень важное событие для отца. Причиной этого разговора стал мой сон, который я видел несколько ночей назад. Во сне ты и я стояли на пустой улице еврейского гетто времен нацизма по колену в пепле, который покрывал толстым покровом дороги, тротуары, деревья и крыши домов. Казалось, что пепел был живым. Его становилось все больше и больше, потому что он бесконечно падал большими хлопьями, как снег зимой. Мы не могли сдвинуться с места, закричать или убежать. Мы не могли сдвинуться с места, как будто увязли в болоте. А пепел все падал и падал, формируя горы. Ты удивленно спросил меня, «Папа, почему здесь пусто, где люди? Почему везде только пепел?» Я хотел было тебе ответить, но не мог, потому что моя душа оплакивала этот пепел, и я от горя не мог произнести ни одного слова. Как это бывает во сне, когда ты видишь кошмар, хочешь позвать на помощь, но не можешь, потому что спишь. А когда я проснулся, я понял, что не зря видел этот сон. Это было напоминание, что я должен рассказать тебе то, что тебе очень важно знать. Но никто тебе этого не расскажет, кроме меня. Сейчас я хочу ответить тебе на твои вопросы, сынок. Ты спросил, почему здесь пусто? Это не пустота вокруг нас, сынок. Здесь множество миллионов евреев, которых уничтожили, сожгли, расстреляли, зарубили саблями, повесили, утопили, задушили. Этот пепел – цена за спасение тех, кто выжил, цена за право твоей мамы и твоего отца быть рожденными, рожденными, цена за наше с мамой право иметь детей, тебя и твоего брата, цена за твое право иметь своих детей и продолжать наш род. Папа, почему нас убивали? Почему именно нас? Я всегда гордился нашим народом, потому что наш народ дал так много замечательных людей искусства и литературы, науки и медицины. Среди них много лауреатов, в том числе и Нобелевских премий. Мир был бы совсем другим без таких людей, как Альберт Эйнштейн и Сигмунд Фриад и многих других знаменитых людей-выходцев из нашего народа. Да, сынок, список замечательных людей нашего народа невероятно велик. И без нас человечество до сих пор бы боролось с туберкулезом и множеством других заболеваний. Не знало бы телевизоров и компьютеров. И во всех других областях наша цивилизация не была бы так продвинута. Вклад нашего народа в современном мире неисчислим. Та же, как и количество жертв антисемитизма. В университетах и школах называют именно людей, которые подарили человечеству свои открытия, делая нашу с тобой жизнь интереснее, безопаснее и продвинутой во многих областях. Однако мало кто упоминает принадлежность этих великих людей к нашему народу. А это очень важно знать, чтобы нас уважали и понимали значение нашего народа для развития всего человечества. Папа, но почему же нас сжигали и убивали? Потому что пытались, да и теперь тоже, выжечь из нас память о себе. Они не понимают, что пепел сожженных и есть наша память, наша память о себе. Стержень, за которой мы держимся в любой шторм, в любом катаклизме. И голос пепла звучит коротко и просто, как наставление всем живущим. Лыхаем. Это значит к жизни. Стремись к ней. Вот почему мы всегда и в любой ситуации желаем всем и себе стремиться к жизни, выживать. В этом есть наша победа. Наших врагов легко распознать и теперь. Они это те, кто хотят уничтожить нас путем уничтожения памяти о своих предках и о нашем учении. Наша история – это летопись наших постоянных жертв, принесенных за сохранение нашей памяти о том, кто мы. И чтобы не дать этому уничтожиться в нас, нужно постоянно учиться. Чтобы каждый сам мог читать Тору, что и есть летопись нашего народа. Наша сила в грамотности и памяти. Наши враги хорошо понимают это, потому и стараются оторвать нас от летописи и стереть память о наших жертвах. Если это им удастся, то это будет означать начало конца нас, а потом и всей жизни на земле. Память – это то, что позволяет держать нашу совесть чистой и беречь себя от самоуничтожения. Там, во сне, сынок, мы стояли молча, потому что наши горла пересохли от горя. Мы смотрели на горы пепла в мертвой тишине, которая, как набат, всегда будет звучать в моем сознании и учащать биение наших сердец. Казалось, что пепел был живым, и его становилось все больше и больше, потому что жертвы нашего народа не закончились. Они были веками, продолжают оставаться и теперь, и будут всегда. Все сны заканчиваются, но не все забываются. И я знаю, что этот сон не отпустит меня никогда. И я хочу, чтобы ты, сынок, помнил всегда, кто и что сделали с нашим народом, и будут пытаться это сделать вновь. Сделали это люди, такие же, как ты и я. Вериться с трудом, не так ли? Удивительно, что они не были дикарями. Дикари не способны организовывать массовые расстрелы и убивать угарным газом в передвижных и стационарных душегубках. Это могут только цивилизованные люди. Люди создали более 42 тысяч еврейских гетто. Концлагерей. И лагерей смерти. Для окончательного решения нашего еврейского вопроса. Они создали индустрию по уничтожению евреев. Папа, но почему именно нас? Чем мы им так не угодили? Тем, что наша религия требует, чтобы мы были образованными. У нас это в крови. Наш народ произвел так много замечательных людей, не потому, что мы какие-то особые, а лишь потому, что мы учим своих детей о необходимости образования. А тем, кто правит миром, невыгодно, чтобы кто-то был умнее их, так как умные люди являются угрозой их богатства и влияния в мире. Другими словами, образование – это их самый страшный враг. Поэтому они и делают все возможное, чтобы нас уничтожить, манипулируя массами людей, настраивая их против нас, используя средства массовой информации. Им удалось умертвить. По официальным данным, 6 миллионов моего, а значит и твоего народа на глазах из согласия всех других. Потому что у них цели одинаковые – деньги и власть. Все деньги мира и всеобщая власть. Нюрнбергский процесс в Германии после окончания Второй мировой войны обвинил и осудил как военные преступники нацистских лидеров и постановил, что 6 миллионов евреев были уничтожены во время войны. Но правда заключается в том, что 6 миллионов погибших евреев – это сильно заниженная цифра. На самом деле во время Второй мировой войны погибло по меньшей мере в два раза больше евреев, о которых умалчивают. Евреев убивали не только в Германии, но и по всей Европе на глазах и согласия других. Убивали во Франции, Бельгии, Нидерландах, Италии, Польше, Австрии, Чехии, Украине, Белоруссии, Литве, Латвии, Эстонии и других странах. В Америке не было концлагерей, но Америка тоже способствовала уничтожению евреев. Когда корабль с еврейскими беженцами из фашистской Германии приплыл к берегам Америки, американское правительство не позволило им сойти на берег и отправило их туда, откуда они приехали, то есть назад в фашистскую Германию. Где все они были уничтожены. Это представители тех величайших цивилизаций, по рассказам наших бабушек и дедушек, которые чудом остались живы. Местные жители ловили евреев в городах, поселках и лесах. Они часто убивали евреев сами, насиловали или доносили на них ради присвоения имущества, которое принадлежало евреям, получая удовольствие от ненаказуемого насилия, убийства и предательства. Папа, я все понимаю, но согласись, сейчас мир совершенно другой. Я хожу в школу и не чувствую, что отличаюсь от других детей. Меня никто не обижает, у меня много разных друзей, и никто из нас не чувствует себя обиженным или чужим. Нет, сынок. Мир остался таким же, каким был на протяжении веков. Это ты и я оказались временно в хорошем месте и в удачное время истории. Мы уехали от антисемитизма, но это не означает, что он прекратил свое существование. Более того, антисемитизм растет и крепнет на нашей планете. Так было всегда. Так есть и так будет. Именно поэтому я увидел мой сон, где лежали горы пепла, и пепел беспрерывно продолжал падать, падать, падать. Ты должен всегда помнить, что всех евреев, которые проживали на территории Испании, Сардинии и Сицилии на протяжении полутора тысяч лет изгнали в 1492 году по указу правящей королевской четы Фердинанда II Арагонского и Изабеллы Католической. Это еще было гуманно дать евреям трехмесячный срок, чтобы либо покинуть Испанию, либо креститься. То есть отказаться от своей веры, традиций, памяти и предков. 150 тысяч евреев покинули страну, оставив могилы своих предков и свою устоявшуюся, нажитую веками жизнь. Три месяца спустя всех оставшихся и не крестившихся объявили вне закона и сожгли на кострах. А через четыре года король Португалии Эммануэл сотворил со своими евреями то же самое. И евреи вынуждены были бежать другие страны на север Европы, в Италию, в Османскую империю и страны Северной Африки. Но и там 450 лет спустя было уничтожено много миллионов нашего народа как времена Холокоста, так и во времена Сталинского режима в бывшем Советском Союзе. Затем наступило затишье. Впрочем, затишье наступило в Западной Европе и Америке, а в бывшем Советском Союзе. Евреи были серьезно дискриминированы. Поэтому мы и уехали оттуда. И мне казалось, что наконец я нашел место для моей семьи, где мы будем в безопасности. Но как же я ошибаюсь? Баллся. Папа, я все равно не понимаю. Я не вижу причин для волнения. А напрасно. В Броклине, там, где живет большое количество евреев, синагоги достаточно часто подвергаются вандализму. Но это лишь мелкие укусы. У нас, как и у всех людей на планете, есть своя родная страна. Израиль, где наши далекие предки жили много веков назад. Их изгнали из Израиля, и они долго скитались по миру. Но несколько десятилетий назад сумели вернуться на свою землю обетованную с намерением жить мирно и счастливо. Но, к сожалению, нам не дают жить спокойно. Нашу страну окружают враги, и они постоянно нападают на нас. Израиль научился защищаться. Но народ постоянно живет в напряжении, зная, что на них могут полететь вражеские ракеты в любой момент. В Израиле есть закон, который требует, чтобы каждое построенное здание имело бомбоубежище на случай нападения врага. Ты можешь представить себе такую жизнь, когда ты должен всегда быть на чеку, и в случае чего бежать и прятаться в бомбоубежище, спасая свою жизнь. Евреи уже привыкли так жить. И, конечно же, каждый раз, когда враги нападают на наш народ, Израиль отвечает, давая понять, что нас так просто не возьмешь. А несколько месяцев назад на мирное население Израиля напали арабские организованные террористы и устроили невероятную резню и бесчинство, убивая невинных людей, отрезая младенцам головы на глазах их матерей, сжигая людей живьем, предварительно насилуя и причиняя невообразимые издевательства над своими жертвами. Там погибло сотни невинных людей и много было забрано заложников. Этот террористический акт был настолько зверским и жестоким, что даже побывавшие на войне военные, видевшие ужасы войны, не могли без слез смотреть на содеянное. Казалось бы, что мировая общественность или по меньшей мере американская общественность должна была осудить поступок террористов. однако произошло совершенно противоположное. Но теперь Израиль, уставший от постоянных набегов террористов, решил закончить эти безобразия сам. Он повел свои войска на палестинскую территорию, чтобы очистить ее от террористов, которые не дают Израилю спокойно жить. Америка, страна, которую я так любил и гордился, наполнилась гневными демонстрациями в основном молодежи и студентов самих престижных университетов Америки против Израиля за то, что он посмел пойти на палестинскую территорию и якобы убивает мирное население, что было полностью ложью. Эти демонстрации протеста против Израиля показали по всем каналам телевидения и мало кто осуждал эти демонстрации. Так что, сынок, антисемитская идеология, которая, как мне казалось раньше, в Америке не была, добралась и в нашу чудесную страну и процветает. Я видел свой сон не напрасно. Этот сон было напоминанием мне, что я не имею права молчать. Пепел памяти стучит и будет стучать в моем сердце. И я очень хочу, чтобы он всегда стучал в сердцах всего нашего народа и чтобы мы никогда не были глухи к этому стуку и никогда не стряхнули пепел памяти о себе. Когда мы живем благополучием, мы забываем, что это благополучие может в любой момент прекратиться, потому что во все времена и у всех народов возможен государственный антисемитизм, возможно уничтожение масс людей по приказу и более того, уничтожение людей может стать рутиной для других. Знай, сынок, это очень важно знать историю своего народа. Знание поможет предотвращению катастроф и бедствий будущих поколений. Я рассказал тебе это не для того, чтобы тебя расстроить. Вовсе нет. Я хочу смотреть в глаза моим детям без страха за их будущее. Я хочу, чтобы слезы в моих глазах никогда не были слезами скорби, а лишь радости и счастья. И для этого я хочу, чтобы мои дети не обманывались иллюзиями о том, что все будет в порядке само собой. И поэтому я хочу, чтобы мои и ваши дети не позволяли себе стереть память и выдуть пепел памяти жертв из своих сердец. Я хочу, чтобы мои дети и внуки знали и помнили ужасы прошлого нашего народа. Я хочу, чтобы мои дети и внуки, если уж суждено увидеть их, то только во снах. внуки и внуки о внуки пос внуки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok